МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Магадане прошли всероссийские акции в честь окончания Второй мировой войны. Они призваны напомнить о вкладе Советского Союза в победу. 2 сентября в рамках акции «Великое кино великой страны» и колымчанам в кинотеатрах региона показали культовую драму Сергея Бондарчука «Судьба человека». Волонтеры Победы раздали желто-бело-красные ленты в цветах медали СССР за победу над Японией. Информационные материалы с описанием роли советских войск в победе над фашистской агрессией. Муаровые ленты и листовки активисты вручили горожанам в сквере 70-летия Магадану на телевышке и у магазина «Восход». Всероссийская акция «Дальневосточная победа» также состоится 3 сентября. За два дня волонтеры раздадут тысячу муаровых лент. И уже сегодня мы понимаем, когда мы только стартовали, что их уже не хватает, их нужно больше. И на следующий год мы будем увеличивать. То есть у нас сейчас тысяча, будет 5-6 тысяч. Муаровая лента не для всех знакома. И волонтер, когда приходит и передает ленточку с листовкой информационной, он рассказывает, что это за лента, то есть как ее правильно носить. И на самой листовке, на обратной стороне, расписана история этой ленты. В мае 1945 года СССР перебросил войска на Дальний Восток, чтобы вступить в войну с Японией на стороне союзников. На разгром японцев у советских войск ушло меньше месяца – с 9 августа до 3 сентября. Операция и по задумке, и по мастерству исполнения считается одной из лучших в мировой военной истории. Ветерану Великой Отечественной войны сегодня исполнилось 93 года. Тамара Константиновна Романова родилась 2 сентября 1927 года. Ей было 14 лет, когда началась Великая Отечественная. В 1943-м Тамара Константиновна попала в партизанский отряд имени Пономаренко в бригаду «Штурмовая» деревни Лошаны. Там она стала настоящим бойцом и участвовала в реальных боевых действиях. В октябре 1944-го Тамара Романова вернулась в родной Орел. За партизанскую службу награждена Орденом Отечественной войны, медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. Сегодня Тамара Константиновна принимает поздравления. Ей 93 года. В 1970-м году Тамара Константиновна вместе с дочерью переехала в Магаданскую область. Работала директором школы в Устемчуге. Спустя 5 лет перебралась в город, чтобы возглавить Магаданскую школу-интернат. Сейчас Тамара Константиновна проживает с дочерью. Здоровье в порядке, передвигается сама и готова принимать гостей. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции присоединились к акции «Безопасность детства» организованной командой молодежки Общероссийского народного фронта. Отвлекись от телефона, прочтешь СМС на другой стороне, возьми ребенка за руку. Такие предупреждающие надписи нанесли возле пешеходных переходов. Школьникам напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при переходе проезжей части, вручив информационные памятки. Губернатор Магаданской области Сергей Носов встретился с творческой молодежью. Главе региона по большей части обратились с вопросами о нехватке помещений. По словам певицы Арины Калитеевской, в городе не хватает мест для проведения репетиций вокалистов, танцоров и различных хореографических групп. Необходимы небольшие студии со звукоизоляцией и залы для творческих групп. Сергей Носов на просьбу откликнулся и предложил найти помещение, задействовав квадратные метры, которые простаивают без надобности в учреждениях культуры, а при необходимости выделить бюджет, чтобы сделать там ремонт. Но что предлагаем? Вот провести так называемую инвентаризацию существующих помещений, значит, существующих помещений, оптимизацию их загрузки, значит, очень внимательно посмотреть. Использовать надо все, муниципальные объекты, значит, региональные объекты. И если там необходимо сделать ремонт, это можно сделать достаточно быстро. На встрече с главой региона выступил и руководитель танцевальной школы онлайн Андрей Потапов. Он рассказал о перспективном проекте, где представители разных танцевальных направлений, таких как брейк-данс, народные, бальные танцы и другие, могут обмениваться опытом друг с другом. К главе региона поступила просьба о помощи организовать подобные проекты на базе лагеря «Северный Артек». Таким образом, дети будут увлечены только творчеством. Их не будут беспокоить внешние проблемы повседневной жизни, и совместное увлечение участников сплотит местную молодежь. Нормальная тема, мне понятно, почему это сплачено, значит, так или иначе. А возможности «Северного Артека» хорошие, неплохие. И их надо использовать, использовать круглогодично, мы к этому тоже пытаемся стремиться сейчас. Каждый представитель творческих направлений был на встрече услышан. По основным вопросам Сергей Носов распорядился оказать необходимую поддержку. Поздравляю! В парке «Маяк» стартовала фотовыставка «Открывая Колыму». Магаданцам представлены 18 работ с изображением живой природы региона глазами профессиональных художников. Данная выставка организована в честь 175-летия Русского географического общества и 60-летия областного отделения. У нас уже была подобная выставка, но она была посвящена самой красивой стране, если помните, это было год назад. И она была рядом с библиотекой имени Пушкина. В результате она простояла 9 месяцев, тоже всем понравилось, но здесь мы решили уже популяризировать сам регион. Дело в том, что мы смотрим разные каналы, российские и нероссийские, очень много красивых кадров, видео и так далее. Но при этом, к сожалению, не так много простому человеку можно увидеть профессионально красивые фотографии или видео про регион. Здесь мы видим профессиональные фотографии от профессиональных фотографов. Это всего лишь 18 кадров, но при этом они совершенно разные. Практика подобных выставок показала, что магаданцы любят фотоработы с колымской природой. Кроме старожил удачного кадра, таких как Валерий Остриков и Александр Шафранов, за дело берутся и молодые фотохудожники, которые, со слов бывалых мастеров, с каждым годом становятся на уровень сильнее. Уровень мастерства у молодых растет, они пытаются как-то совершенствоваться, участвуют во огромном количестве разных выставок по всей стране. И у нас, и наши ребята, кстати говоря, на очень высоком уровне. Фотовыставка «Открывая колыму» в парке «Маяк» продлится до октября. В планах Русского географического общества установить подсветку на линию фотографий. А всех магаданцев приглашают полюбоваться изображениями места природы, пока погодные условия дают такую возможность. В четверг, 3 сентября, в Магадане пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью 8, днем 13 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Влажность в течение суток будет достигать 89%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63 66 92. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok